В рубрику «Письмо телевизору» обратились жители улицы Пятилетка. Проблема уличного освещения не может решиться уже несколько месяцев. В марте 2016 года начались работы по демонтажу световых опор, но, к сожалению, на этом работы и закончились. Главный вопрос, который возник у жителей, какая организация продолжит работу по освещению улицы и в какие сроки на новых столбах должны появиться фонари. Уличком Наталья Корчагина регулярно обращается в соответствующие инстанции с различными вопросами. На сегодняшний день всех жителей улицы Пятилетка интересует только один вопрос – когда повесят фонари? По улице Московская фонари давно висят. Их повесили сразу, как поставили столбы. А у нас до сих пор нет, говорит Людмила Крутицкая, жительница улицы Пятилетка. Вот назад у нас меняли столбы, электролинию вели. Ну, были кое-какие фонари, по некоторым там 3-4 фонаря по улице, но их не подключили. Мы спросили, ну, другая организация делала. Говорят, мы уедем, будет другая организация. Но прошел как уже год, никаких сдвигов у нас нет. Вот, мы решили обратиться, чтобы ускорили этот процесс. С просьбой разобраться. Да, разобраться, да. Сейчас на улице стоят и старые, и новые столбы. Сгнившие опоры даже не убрали. Разницы в них никакой, говорят жители. Ни те, ни другие не работают. На улице стало темнеть раньше, поэтому освещение просто необходимо. Они в старые столбы, мы просили хотя бы оставить нам, пока бы освещение у нас было бы. Но они говорят, как меняем мы, провода новые, поэтому у нас столбы все убрали. И мы остались без света. То есть у вас на всей улице вообще ни одного столба? У нас вообще на всей улице нет света, да. То, что вот старый стоит, они отказались подключать? Ну, старый стоит, вот, оставили. Так у нас нет больше никаких. А он не говорит отставить? Нет, не говорит. Мы обращались, конечно, нам говорили, что к ноябрю подключат. Но верится, не верится, на улице уже темнеет рано. Скоро дети идут в школу. Да, в секции хоть, в девятый школу все есть. Людмила Крутицкая несколько раз вызывала скорую помощь, но та проезжала мимо дома, так как в темноте не видно даже нумерации. На соседней Московской улице освещение сделали, потому что там проходит автобусный маршрут. Освещение пока на одной стороне дороги. В этом году по плану до 1 декабря должны сделать освещение еще на 17 улицах. В том числе и на улице Московская, вторая сторона, улица Победы, Колхозная и другие. Основную часть фонарей повесят в микрорайоне Мальщина. Дело в том, что на всех этих улицах у нас стоят по 2-3 светильника, ну и где даже один не централизован в включении. Ну, они включают сельс-фотореле, или хозяин сам включает выключатель. Эти улицы будут переводиться на централизованное освещение. И освещение по данным улицам будет так же, как и во всем городе, с наступлением темноты включаться и в 12 ночи отключаться. Ну, то есть, в принципе, это получится плюс для жителей. Ну, и большой, потому что объем большой. В прошлом году сделали освещение на 21 улице. В этом на 27. Разница небольшая, но протяженность улиц дает о себе знать. По обещанию подрядной организации, которая берет на себя обязательство сделать фонари, приступит к работе в этот понедельник. Фонари будут устанавливать через один столб. И в скором времени улица Пятилетка зажжется по-новому. Виктория Шишкина, Екатерина Студенова, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказово.